Приветствую вас Ольга. Я видел, что вы похожий вопрос уже задавали. Вот, немножко вы их видоизменили. На будущее старайтесь больше одинаковых вопросов не задавать. На сайте это запрещено. Ваши вопросы, если они будут повторяться, будут удаляю удаляться. Это первое. Второе. Оля, видите какая штука? Для себя, как для специалиста, я вижу здесь следующую задачу и следующее направление. Во-первых, ваша чувствительность, стеснительность, склонность к избеганию неловких, больных для себя моментов, ну, мне кажется, действительно не делают вас собой, как написал ваш руководитель. Вот, вы зажаты, вы чересчур как-то вот, у вас все двусмысленно, у вас все достаточно неопределенно. Вот, и где-то у вас неопределенно, да, а где-то вы можете там взорваться и там чересчур эмоционально отреагировать. Ну, в принципе, это нормально. Вот, эффект первого. Здесь, вероятно, работа со стыдом, да, со страхом и с неуверенностью. Вот, ну, наверное, задача была бы научить вас вообще понимать, что вы чувствуете, как это реализовывать, не избегать от болевых ощущений, да, от боли, обращаться, научиться, учиться. Вот, это, эм, такой момент, такой момент. То есть, ну, просто, вот, в принципе, в целом, знаете, как, раскрываться, да, то есть, вот, зажатость, ведь, знаете, как, в чем дело, вы, эм, можете быть как угодно. В том смысле, что, ну, вы можете быть, там, более пассивным человеком, можете быть более активным человеком, вот. Тут вопрос, немножко, ну, в ином, обратно, немножко в ином. Вопрос, он больше, э, в том, в том, где вам, ну, где вы себя более естественно чувствуете, где вы себя естественно ощущаете. Вот, вот так, это правильно было бы сказать. Понимаете? Вот. Поэтому, поэтому, я думаю, вам нужно вот в этом направлении двигаться. А, это, эм, такой момент, следующий момент. Ну, э, собственно, эм, когда вы говорите, хочется ясности, да, вот с этим мужчиной, вашим начальником, а, эм, ольга, а какой ясности вам хочется? Ну, то есть, э, вы замужем, а у вас есть муж, э, как бы, э, тут другой мужчина, то есть, ну, э, что происходит? Эм, то есть, условно говоря, эм, что происходит, это не в том, э, в смысле, э, что вы не должны что-то делать, нет. А в том смысле, вы сами, э, можете внести ясность, вы сами можете выразить, э, э, то, что вы чувствуете. И сделали бы, если бы не понялись выглядеть, выглядеть глупо, вот. Мммм, но, повторюсь, э, чего вы хотите? Это не очень понятно, здесь. А правда, э, э, как? Так, э, психолог, я могу предположить, например, что у вас, э, э, ну, в какой-то степени, э, кризис, э, кризис, э, кризис, э, обоженец мужем, ну, ну, такой вот, кризис семьи, да, могу предположить. А, и, э, тогда обратите внимание, вероятно, э, в первую очередь, э, э, стоило бы на это, именно на кризис, э, ну, в ваших отношениях, понимаете? Не на мужчину, да, то есть, ощущение, ощущение есть такое, что вы, э, вы, э, как будто бы, э, бежите. Как будто бы, как будто бы вы убежите от, э, от, определенных, э, проблем. А, вот, в своей жизни. И убегаете вы, вот, как раз, э, ну, э, убегаете вы в, э, вот этот, вот, э, ну, как сказать, э, вот этот, э, роман, да? человек. Я не говорю о том, что это плохо, не хочу сказать, что это плохо. Было бы неправильно, наверное, сказать, что это плохо. Но мне кажется, вы пытаетесь таким образом решать как бы определенные трудности свои, вот таким образом. Мне кажется, это позиция, которая ведет, может вас привести в никуда. Мне кажется, это позиция, которая на принципе ведет вас никуда. Вот поэтому, да, может быть вы хотите определенности, ясности хотите, может быть. Но вопрос заключается в том, что вот ясности и определенности вы хотите, а ясности и определенности, в чем вы хотите. Вы, вот, вы говорите, у него ко мне чувства, а у вас к нему какие чувства, если они вообще. Вот. А мы с тем, я ваша так рассказала, что здесь. Следующее. Есть у меня такое ощущение, вот, что вам не очень интересно ваш работу. Есть у меня такое ощущение, потому что нет, нет ощущения, что, ну, что вы развиваетесь на своей работе, что вы узнаете что-то новое, что вы развиваетесь на своей работе. Вот. Знаете, нет такого ощущения у меня. Ну, я говорю вопрос, тогда невольно. Ага, для чего вы работаете? Вот. Ну, ну, то есть оно, то есть, вот. Вы работаете, чтобы, 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 ну, чтобы что. Это, мне кажется, важный момент. Да. Потому что, тогда, то зависит то, как дальше вы будете двигаться по своей жизни вперед. Вот. Вот. Понимаете. Понимаете. Понимаете, что я имею ввиду. Что я имею ввиду. Вот. Вот. Дальше. 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 Если вы не реализовываетесь в своей работе, если вы не реализовываете, то если вы не реализовываете, Естественно, вы обращаете внимание на то, кто к вам как относится, вот, вы обращаете внимание на то, кто там интересуется вам и прочее, да? Вот. Друзья, это вопрос вашей реализации, в том числе, что у вас реализация профессиональная, вот, поэтому важно соотнести ваш жизненный интерес и ценности, которые у вас есть. Мне кажется, что они у вас хромают. Ну и, скорее всего, как бы с мужем отношения тоже в том числе стоит посмотреть, вот, обнести какую-то ясность с вашей стороны. Потому что что мужчина, ну, допустим, мужчина там, ну, хочет, например, там, я не знаю, допустим, человек хочет быть с вами. Ну, прыгну к примеру. Вот, прыгну к примеру. Вот. Человек хочет быть с вами. Например. Ну, он знает, что вы замужем. И вы ничего не делаете с тем, что вы замужем. Вот вы никак не говорите о моем отношении к мужу, например, что у вас, там, с мужем проблем, или что вы, допустим, там, ну, не знаю, собраетесь разводиться, например. Вот. Чтобы мужчина увидел, а, как бы, а, ну, чтобы он увидел, что-то. Чего вы хотите? Вот. Йопа, на мой взгляд, очень, эм, важная история. На мой взгляд. Дальде. Да. Ну да, по моему мнению. Поэтому вот, как-то, наверное, как-то, наверное, так, как-то, наверное, такой ответ я мог бы вам дать. Да, то есть это ответ, ну вот такой, я надеюсь, дающий вам пользу для размышлений и понимания какого-то того, чего вам хочется в первую очередь, понимаете, да? Вот, поэтому я думаю, ну я думаю, примерно такая история. Примерно такой момент. Вот. Ну это вот то, что я могу вам сказать. Вот, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Вот, значит, такой аспект, такой момент. Что еще можно сказать? Что еще можно сказать? Вам желательно, желательно, как мне кажется, больше прислушиваться к себе, о своих действиях, решениях, поступках. Вам желательно поработать с теми моментами, о которых я говорил, ну которые я озвучивал. И, соответственно, исходя из этого уже можно будет что-то делать. То, что вы захотите делать. Вот. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что это, ну, какую-то вот, какую-то пищу для размышления вам так. Вот. Удачи вам! Всего самого доброго! Надеюсь, что вам это было полезно. Будем надеяться, что вы доходите в себе разобрать.